В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев. Егор Викторович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, президент дал поручение развивать экономику страны, губернатор дал поручение повышать инвестиционный климат. Скажите, в регионе каким образом выполняются данные поручения? Да, действительно стоит задача, которую поставил губернатор Рязанской области, увеличить объем инвестиций в три раза. Это достаточно амбициозная задача, и весь экономический блок работает на это. Создается инфраструктура поддержки и развития бизнеса, фонд развития промышленности, центр экспорта, интегрированный центр, есть гарантийный фонд Рязанской области, есть областной фонд поддержки малого предпринимательства, который занимается микрокредитованием. создаются и прорабатывается вопрос создания IT-кластеров и вообще кластеризация фонда, различные фонды, которые бы способствовали тому, чтобы бизнес находил возможность получить и консультацию, и финансовую поддержку. Сейчас работает МФЦ для бизнеса, создаются представительства МФЦ в банках, в коммерческих банках, работает центр поддержки предпринимательства Рязанской области, который начал работать с начала прошлого года, достаточно, так скажем, активно взялись за работу. Поэтому вот в этом направлении достаточно, я считаю, активно заработали в этом направлении органы исполнительной власти и даже детское направление Кванториум. Недавно была конференция «Цифровая трансформация региона», которая еще целый пласт направлений открыла для того, чтобы мы в цифровой экономике заняли свое достойное место. Есть у нас центры поддержки предпринимательства в каждом муниципальном районе, городском округе. Они где-то работают более успешно, где-то, конечно, нужно для них определенную методологию, подать, так скажем, удочку для того, чтобы они научились ловить рыбу. Есть инвестиционные уполномоченные в каждом тоже муниципальном образовании в городском округе Рязанской области. Создаются бизнес-инкубаторы, и появился бизнес-инкубатор наш при, по-моему, радиоакадемии. Поэтому принимаются изменения в законы в этом году. В этом году можно сказать, что если речь идет не только об инвестиционной привлекательности региона, но и в целом о предпринимательском климате, то были приняты изменения в законопатентной системе, расширены списки видов деятельности по налоговым каникулам, было расширено количество видов деятельности для самозанятых. Ну, как я уже сказал, фонд развития промышленности появился, если раньше сумма была 10 миллионов, по-моему, в этом году ее решили увеличить до 50 миллионов рублей. И сейчас, конечно, уклон у федерального правительства, и, соответственно, у нас в регионе, это больше информационно-консультационная поддержка, то есть не финансовая, хотя финансовые инструменты тоже остаются, бизнесу деньги тоже нужны. Поэтому я считаю, с этой точки зрения достаточно много сделано. Мы хотим, конечно, и какую-то методологию где-то проработать, и поработать над обратной связью от бизнеса, чтобы было понятно, насколько то, что предлагается, это действительно может бизнесу помочь. Вот, в частности, муниципальным уровнем нами, как институтам мы предложили определенную методологию. Я был в Липецке, там есть корпорация развития Липецкой области, у нас тоже есть корпорация развития Рязанской области, кстати, очень активно они сейчас работают, и я уверен, что у них все получится. Там корпорация оказывает 500 услуг, и 11 услуг из них бесплатных. Очень хороший пример, который мы включили в том числе в доклад, рекомендуем для и корпорации, и по такому же принципу выстроить методологию, и расставить KPI для центров поддержки предпринимательства. Ну, конечно, на своем уровне. А вот, муниципальный уровень один из самых важных, и вот в этом году мы в докладе тоже уже второй раз прозвучало. Мы предлагаем вообще, чтобы понимать, как мы смотримся на уровне других регионов, не только ждать национального рейтинга, институционного предпринимательского климата, в Российской Федерации, которая ежегодно на Петербургском международном экономическом форуме озвучивается, но и у самих проводить рейтинг муниципалитетов. Скажите, на каком все-таки мы сейчас месте, вот в этом рейтинге? Ну, вообще, я могу сказать, что первые результаты рейтинга были озвучены в 2015 году, и тогда Рязанская область оказалась на, по-моему, 70-м месте, что, естественно, для нас, тем более, как мы недалеко от Москвы, мы в Центральном федеральном округе находимся, достаточно много так или иначе делается, естественно, мы были не удовлетворены такой позицией Рязанской области, и хочу вам сказать, что по итогам 2015 года, уже в рейтинге, который объявлялся в 2016 году, мы поднялись тогда, если мне память не изменяет, на 32 позиции, оказались на 38-м месте. Официальных данных по месту Рязанской области по итогам 2016 года объявлено не было, было разослано регионом, была объявлена 20-ка лидеров, на которые мы продолжаем ориентироваться, Торстан, Ульяновск, Белгород, Тюмень. Хоть мы и выросли на 32 позиции, но удержать планку непросто. Но что-то мне подсказывает, что в этом году те итоги, которые будут на новом международном форуме объявлены, будут для нас более, скажем, приятными. Скажите, а что не дает удержать ту самую планку? Что мешает? Есть же условия, на которые мы можем повлиять, на уровни региона, есть и условия, которые мы не можем. Плюс мы все-таки развиваемся, нарабатываем лучшие практики. Я считаю, что одним из ключевых факторов, помимо внедрения тех целевых моделей, которые даются агентствам стратегических инициатив для каждого региона, то есть это такие показатели, которые нужно выполнить, внедрить, разработать нормативную базу, нужно еще выстраивать более плотный, неформальный диалог с бизнесом. И вот это общение, вот это пояснение, разъяснение информационной работы, неформальное, да, она будет приводить к тому, что бизнес будет и, во-первых, с большим пониманием относиться к тому, что мы имеем, а во-вторых, к тому, что он может как-то содействовать улучшению этого климата. То есть его голос будет услышан, и он, во-первых, будет принят, во-вторых, что-то будет реализовано, и он будет контролировать вот этот процесс, да, не все возможно решить по, ну, на региональном уровне. Я, вначале у нас был создан штаб по улучшению инвестиционно-предпринимательского климата в Рязанской области, я возглавлял рабочую группу по регистрации предприятий. А на тот момент регистрация бизнеса занимала в органах ФНС, по-моему, пять дней. У нас стоял срок 15 дней. Сами понимаете, что это невозможно. Конечно, здесь еще нотариальные услуги, открытие расчетного счета, получение печати, какие-то консультации, но в других регионах было гораздо меньше. Это все от того, что все-таки, когда кому-то позвонили, и он один раз ходил, что-то не получил информацию, второй раз ходил, ему отказали, у него складывается ощущение, что все-таки не 5, не 7, не 10 дней, а 30, и средний получилось 15. Мы с этим достаточно активно работали и попали в топ-5 рейтинга по темпам роста. То есть, ну, нужно, я считаю, больше общаться с бизнесом. То есть, это вот как раз-то самая обратная связь. Скажите, Егор, а вот бизнесмены, предприниматели к вам приходят, на какие-то проблемы свои жалуются? Конечно. Если смотреть по годам, то за 2016 год у нас прирост 82% по количеству обращений и жалоб от предпринимателей. В этом году, за 2017 год, мы подвели итоги, это еще плюс 92%. То есть, постоянно количество обратившихся у предпринимателей растет. Помимо того, что, ну, как бы, есть проблемы, но они так или иначе есть. Еще бизнес просто узнает больше и информирует, получает информацию о нашем институте. Конечно, предприниматели приходят, звонят, иногда находят меня на моих личных страницах, в социальных сетях. Иногда могут позвонить на мобильный телефон, где-то, может быть, кому-то давал. Скажите, какие проблемы чаще всего у них возникают? С чем обращаются? Ну, если смотреть на прошедший год, то одним из ключевых факторов, на которые бизнес обратил внимание, и это вызывало много вопросов, скажем, опасений, это вопрос установки онлайн-касс. Онлайн-кассы, если так вот, по рейтингу. Дальше это были перевозки, пассажирские перевозки, как в районах, так и в городе Рязани. Это вопросы блокировки счетов и вообще проверок, в первую очередь налоговых проверок, блокировки счетов как налоговыми органами, так и банками по тем рекомендациям, которые есть у Центрального банка в рамках 115-го федерального закона о противодействии, отмывании денежных средств и противодействии терроризму. По нестационарным торговым объектам, по их расположению в городе Рязани, по земельным отношениям, ну, спектр вопросов очень большой, очень большой. Катастрофа стоим из земельных участков, где-то в 10 раз она была завышена, мы участвовали в судах. Контрольно-надзорные органы иногда проводят проверки с нарушением либо процедуры проведения проверки, либо с вынесенным уже как бы решением, где-то вместо штрафа должно было быть предупреждение, соответственно, приходится либо в судебном порядке помогать бизнесу эти вопросы разрешать, и штрафы возвращаются, даже уже ранее уплаченные, либо как-то другим образом разговаривать. И, знаете, есть же и конкретные жалобы, а есть предложения, либо какие-то вопросы системные, то есть те, которые затрагивают федеральный уровень, которые, может быть, уже достаточно всем известны, как, допустим, весовой контроль, ну, во всей Российской Федерации, маркировка прошла меховых изделий, сейчас вот ЕГАИС алкоголь, ЕГАИС лес, сейчас маркировка будет лекарственных средств, то есть бизнес об этом тоже пишет, где-то повышение ставки К2 в каком-то муниципалитете единый налог на вмененный доход, поэтому вот во все эти вопросы мы погружаемся. Егор, скажите, пожалуйста, вот вы в этом году в третий раз свой доклад представили общественности, предпринимателям, что туда вошло, какие цифры, может быть? Мы даем информацию, исходя из тех источников, которые у нас есть, то есть мы обращаем, в первую очередь, внимание на жалобы письменные, устные, на сообщения средств массовой информации, на проведение какого-то рода совещаний, конференций, круглых столов. Поэтому, вот я вам тему перечислил, они, в принципе, все и отражены в докладе. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. Где-то проблемы, на которые мы указывали, или предложения, которые мы указывали в прошлом году или позапрошлом году, они уже частично реализовались. Допустим, в сфере рискориентированного подхода контрольно-надзорной деятельности, то, что у нас на уровне министерства внедряется уже. То есть вот эта проблема, она будет, так скажем, долгоиграющей, но уже часть работы в 2017 году была проведена. В этом году вы впервые провели анкетирование предпринимателей. Какие результаты это дало? Да, действительно, в этом году мы провели два мероприятия, которые раньше мы не проводили. Конечно, это очень объемная работа. То, о чем вы сказали, это опрос предпринимателей. У нас приняло участие около 400 предпринимателей в этом опросе. Я считаю, это достаточно немало. Там более 50 вопросов. Поэтому, если брать в различных разрезах, я могу сказать, что бизнес не совсем знает свои права, свои обязанности знает. Конечно, то, о чем я вам говорил, административное давление, излишний пакет документов, давление со стороны контрольно-надзорных органов, это все, бизнес это подтверждает. То есть, те органы власти, которые больше оказывают на них влияние, в первую очередь речь идет о федеральных структурах, которые у нас в Рязанской области представлены. Мы пока собрали эту информацию, мы ее проанализировали, свели, но выводы о том, какие шаги необходимо предпринять, мы будем делать, наверное, уже апрель-май, чуть позже, потому что мы только до 1 марта эту информацию представили. Егор Викторович, спасибо вам большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. До свидания. Всего хорошего. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова